Аллилуйя, утренняя молитва, 14 августа сегодня. Господи, благослови, Господи, благослови нашу эту молитву, благослови Боже эту трансляцию сейчас, их левопреломление, причастие в Харистию, благослови Господь, Боже всемогущий, слава Тебе. Прими сегодня нашу молитву, Господь, как фимиам, как благоуханник престолу славы, Боже. Благословен Ты, Господь, Бог наш, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков, аминь. Благословен Бог наш, сегодняшним днем, благословен Ты, Бог наш, этим утром обновляющий милость свою, Господь, к нам, Боже. Боже, слава Тебе, милость Твоя обновилась, Господь, сегодня, Боже, и мы благодарим Тебя, Господь, за все, Боже. Слава Тебе, славим имя Твое, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, Боже. Благослови, Господь, благослови всех нас, благослови, кто подключается сейчас к этой утренней молитве. Благослови, Господь, Боже, в богатой своей милости. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Бог наш, завжди, нені, повсявчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю. Аллилуйя. 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 Душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, дібр і життя подателю. Ти прийшов і вселився в нас, і очистив нас від всякої скверни, і Ти спас благі душі наші. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Ісусу Христу, нашому Господу, Богу Спасителю. Дорогі друзі, і ні в ком другому нет спасення, нет другого імені под небом, данного нам, людям, которому надвіжало бы нам спастись. Которому спасені, которому спасаємся. Слава Господу. Привестую всіх вас, братья і сёстры, тим добрым утром. Привестую і благоставляю іменем Господнім. І сьогодні для сей трансляції я виделю міста із Писання, із Библии, із Ветхого і із Нового Заветів. Для розмішлений і в цій молитві, такі актуальні розмішліні. Господь да благословит нас в цих утренніх розмішлінях, в цих утренніх молитвах наших, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, благослови. Так, первое чтение із Ветхого Завета, як ми говоримо, «Второзаконія», 4-й глава. В 1-м стихі написано так, книга «Второзаконія», 4-й глава, начинайся такими словами. «Итак, Ізраїль, слушай постановления і закони, які я сьогодні научаю вас сполняти, дабы ви жили і розмножились, і пошли, і наследували ту землю, яку Господь, Бог отців ваших, дає вам в насліді». Вот, і там дальше, як мисль продолжається, нам говориться, не прибавляйте к тому, що я заповедую вам, і не убавляйте от того, що соблюдайте, от того, соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, Которого я вам сегодня заповедую. Вознаєте, в Новому Завете отклик є вот цього слова. В книге «Откровень» говориться, що к тому слову, на того прибавит Бог язвит. Вот, кто убавит, а того убавит там наследие, это вообще страшные вещи. Вот, но я хочу прочесть из Нового Завета еще кое-что. Вот. Так, здесь у меня. Надеюсь, откроется. Сейчас. Павел пишет Коринфянам. Вот, мне хочется прочесть сейчас. Павел пишет Коринфянам. Первое послание Коринф, 10 глава. Он пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и вопили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, алидуя. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, и как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, ел, сел есть и пить, и встал играть». Не станем благодействовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы и описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот, дамы и господа, братья и сестры, в этот утренний час, на этой утренней молитве из Ветхого, из Нового Завета такие размышления о том, что действительно Бог дает нам обетования свои, обещания. И Слово Свое дал нам, вручил нам, подарил нам Слово Свое. И очень важно, действительно, от того не прибавлять к тому и не убавлять от того. Как и образ для нас, такой сам исход, и вот те повествования, о которых мы читаем в Ветхом Завете, самого этого выхода из рабства и путешествий по пустыне, и потом уже перед тем, как вошли в землю обетованные, вот эти предупреждения такие, очень такие внятные, четкие предупреждения. Вот, и, конечно, мы читаем, что человек он, человек, падшая природа давала о себе знать, значит, очень жестоко, очень серьезно. И из-за непослушания Слова Божьему, из-за противления, из-за бунта против Слова Божьего, из-за, будем так говорить, прибавления к Слова Божьему и убавления от Слова Божьего. Приходили беды на Израиля. Вот, и все это написано в наставлении нам, достигшем последних веков. Поэтому и в Новом Завете мы, действительно, как новозаветные верующие, евреи, неевреи, неважно, всем нам великая наука сегодня, действительно, в том, вот Господь да благословит, Бог да благословит нас. Вот, особенно в эти дни, вот, размышляя об этом, потому что, знаете ли, вот, всевозможные празднества, август богат на празднества, вот, и, вот, медовый спас, да, там, медовый спас, там, говорят, там, ореховый, там, потом там еще какой-то, ну, яблочный, безусловно, да, что-то, вот, но, да, и, в общем, дело не в этих названиях даже, дело в самой сути, что, вот, истина Слова Божьего, она теряется в таких горах мусора человеческого, измышления всевозможного, да, всевозможных этих учений, бесовских учений, вымыслов человеческих, вот, и, знаете, в принципе, получается история та же самая, что брать тот древний завет, ветхий завет, да, что брать современную эпоху, человек также нуждается сегодня, вот, в истрезвлении, в спасении, вот, от этой суеты религиозной, Бог, да, поможет нам в том, потому что без Него мы ничего не сможем сделать, сто процентов. По милости Господней, Господь сегодня спасает души людские, и, да, действительно, и здесь, вот, в Украине, тысячи и тысячи уже, вот, христиан очнулись от такого многовекового дурмана, религиозного мракобесия, и славят Господа, Иисуса Христа в простоте сердца, и обращаются к Небесному Отцу во имя Иисуса, я, будучи наполненным Духом Святым, я просто очень восхищаюсь этим пробуждением духовным, слава Богу. Да и по всему лицу земли, все больше и больше, на самом деле, в разных странах, разных народах, на всех континентах, сегодня Господь пробуждает миллионы и миллионы грешников, слава Богу, обращает к жизни вечной, дарит жизнь вечную, спасение, аллилуйя, спасибо тебе, Господь милостивый, спасибо тебе, Господь, за все, аллилуйя. Вот, и молюсь сегодня о том, чтобы это духовное пробуждение, оно распространялось все больше и больше, вот, по всей земле, аллилуйя, без всякого исключения, по всем странам, по всем континентам. Молюсь за Израиля сегодня, молюсь за Иерусалим, за Иерушалаем, город великого царя, и сегодня у нас остается уже, считанные дни остаются до собора, в это воскресенье уже собор будет, 19 августа назвали его преображенским собором, вот, темой будет именно как раз преображение Господня, преображение души человеческой, преображение семей, общин, церквей, преображение всего тела Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной, благословенный Бог наш, благословенный Господь, аллилуйя, аминь. О, спасибо, 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 спасибо. Все это происходило с ними, как образы написано, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков, аминь. И сегодня этих образов еще больше, сегодня образы не только из Ветхого Завета мы берем, но уже и из довольно богатой, такой насыщенной истории мирового христианства. Да, шутка ли, двухтысячелетняя уже история наша, уже два тысячелетия, да, это немало уже. И за эти два тысячелетия уже много, ну, будем так говорить, примеров негативных есть из самой уже истории церкви. Не только из истории Израиля мы теперь учимся, можем учиться и учимся на ошибках наших предшественников, но уже и на своих ошибках пора учиться, да, потому что тоже много сделали негативного. Даже еще хуже, еще намного хуже, чем Израиль, еще намного хуже, чем в ту, как мы говорим, ветхозаветную эпоху. Да, это факт. Господь, да, благословит нас сегодня во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да, и к собору, ну, на самом соборе, конечно, тоже планирую говорить как раз вот о таких серьезных заблуждениях церковных, и будем молиться о исходе, выходе из этого рабства многовековых заблуждений, о выходе народа Божьего. Аллилуйя. Да ведь в Писаниях мы знаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще, все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аллилуйя. Аллилуйя. И надеюсь лишь на кровь Господню, силу крови Иисуса Христа. Здесь притещаюсь сейчас, каждый день притещаюсь, и не раз в день даже. Вчера, кстати, вечером хотел подключиться, так не подключился вчера. Вот, Боже, благослови сегодня вечером подключиться. Помоги, Господь милосердный. Во имя Иисуса Христа усмотри всех, Господь Божий, благослови. Аллилуйя. Вот. И надеюсь тоже на встречу уже и с пастором Альдаром, вот как раз вчера переговаривали. Вот. И с другими братьями тоже как раз вот буду общаться. Слава Богу в эти дни. Слава тебе, Господь. Благослови, Боже Всебогущий, благослови, Господь. Аллилуйя. Вот. И сила в этом причастии, сила в крови Иисуса Христа. Есть сила, действительно, сила всех сил. Сила, которая именно Божья сила, Духа Святаго. Потому что сам Иисус Христос, Он зашел на Голгофу и принес Себя непорочного Богу, Духом Святым. И сегодня Духом Святым совершается это таинство, величайшее таинство Нового Завета. Спасибо тебе, Господь, за то. Благодарю тебя, Господь, милостивый Царь мой. Благодарю, Господь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, Господь, милостивый Бог, многомилостивый, истинный, святой, любящий Отец мой, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем блажникам нашим. Не введи нас в свое искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Господи, благодарю Тебя, Твое Царство и Сила и Слава. Подрю на Твое Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Господь, и благодарю Тебя за это служение сейчас. Боже, благодарю, Господь, за всех братьев, сестер, что подключаются, Господь, и потом записи будут смотреть, Господь. Преломляем хлеб в простоте сердца, рассуждая о теле и крови Твоих святых. Слава Тебе, Господь. Аминь. Налейте себе сок, возьмите хлеба. Если нет сока, то налейте просто воды. Возьмите хлеба и воды и помолитесь, порассуждайте. Порассуждайте о теле и крови Иисуса Христа, Господа моего. О теле и крови моего, Господа. Спасибо Тебе, Господь, я рассуждаю сегодня, Боже. О теле и крови моего, Спасителя, Господа, я рассуждаю и провозглашаю великую победу, Господь. Боже, в радости, Боже, вспоминаю и благодарю, Господь, за все, что было. О, за то, что есть, потому что Ты в нас, Христос, сегодня в нас. И, Господь, спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя. Боже, благослови, Господь, спасибо. Ты во мне, Иисус, Иисус Христос, Иисус Христос, Господь мой, Спаситель мой. Ты в моем сердце, спасибо Тебе, спасибо за все. Слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь. Боже, благодарю Тебя, Господь, за таинство сие. Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твои. слава тебе спасибо господь тело и кровь твоей тело христа примите источника бессмертного вкусите аллилуйя аллилуйя спасибо господь спасибо тело христово примите источника бессмертного вкусите спасибо господь спасибо благодатью я спасен милостью прощен исцелен спасибо господь за кровь иисуса пролитую на волковском кресте 2000 лет назад спасибо господь за полное обречения исцеления освобождение благословение спасибо господь за спасение спасибо господь за жизнь аллилуйя 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 тело христово кровь христа это мое тело это моя кровь боже в моих жилах течет твоя кровь святая мое тело это часть твоего тела господь твоей жизни спасибо господь спасибо благодарю тебя господь что я плоть от плоти твоей господь кости от кости твоей кровь от крови твоей господь боже спасибо за жизнь вечную благодарю тебя господь за исцеление освобождение благословение господь все твои благословения неба через кровь иисуса христа агнца твоего Спасибо. Я принимаю. Я принимаю, Господь, и благодарю Тебя. Принимаю и хвалю Тебя, Господь. Аллилуйя. В этом дне Твоя победа, Господь. Победа в Боге, в Господе Иисусе Христе. Аллилуйя. Ибо нет ни в ком другом и ни в чем другом спасения. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым я спасен, которым спасаюсь. Спасибо Тебе, Господь, милости вы, Царь мой. Спасибо. Благослови, Господь, народ свой миром. Благослови нас, Божиим. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дай помнить те образы, о которых Павел пишет Коринфянам. Что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Господь, спасибо. Боже, сегодня жить в это время нам, будучи достигшими последних этих веков. Боже, великая честь для нас, Господь. Слава Тебе. От Тебя. Спасибо Тебе, Боже, милостивый. Спасибо, Господь. Спасибо. Благослови, Боже, святой. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови. Благословляй вас словами благословения священнического во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Иерусалим. Господи, благослови, Господь, Израил. Благослови, Господь, всех нас, Боже. Благослови Киев, Украину и всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, благослови, Господь, сегодня. Потому что вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. И пусть, Господь, и сегодняшним днем приходят откровения к сынам Твоим, Господь и дочерям. Приходит то откровение, Господь, которое нуждается, Господь Божий, в котором нуждается Господь этот мир, в котором нуждается весь мир и растительный, и животный, а наипаче человеческий мир нуждается. Вся планета стенает и мучается, вся земля стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. И пусть это откровение о силе Твоей, о победе Твоей, о крови Твоей, оно приходит прямо сейчас, о том, что благодатью мы спасены, о том, что Бог, Бог, Ты, Бог Святой, во Христе примирил с собой весь мир, не вменяй людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Дай сынам Божьим, своим святым сынам, Господь, откровение о служении примирения, Господь, для этой земли. Слава Тебе, Господь, земля, 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 слушай слово Господне. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, милостивый Божий наш, благословенный Царь наш. Аллилуйя. За голову, за кровь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры, вечером сегодня подключайтесь. Даст Бог сегодня получится все вечером подключиться. Во имя Иисуса молитесь, пожалуйста, друзья. Вот. И молимся эти дни, остаются вот эти считанные дни, молимся о предстоящем соборе 19 августа, в это воскресенье уже. Вот. Накануне будет шаббат, суббота, предсоборная. Будем молиться, вот, молиться в единстве, все верующие, разные конфессии, динаминации, будем молиться. Вот. А действительно Божьим преображением нашей земли, слава Богу, Божьим преображением судеб людских. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.